Депутаты Бундестага от партии «Союз 90-зеленые» предложили официально признать советских военнопленных жертвами нацистского режима. Они считают, что, как и гражданские лица, угнанные на работу в Германию, военнопленные также пострадали от расистской идеологии нацистского режима. В годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР в газете «Коммерсант» опубликована статья министра иностранных дел ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. «Не стоит принимать мир в Европе как должное даже сегодня. Сохранить мир можно, лишь работая над этим изо дня в день», — пишет Штайнмайер. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за значительный рост военных расходов. Сейчас Германия тратит на оборону 1,2% ВВП. По мнению Меркель, этот показатель должен приблизиться к показателю США, которое тратит на эти же цели 3,4% ВВП. Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 6 миллиардов евро на преодоление миграционного кризиса. Средства будут направлены в Иорданию, Ливан, Египет и государства Северной Африки. Цель — снизить поток беженцев через эти страны в Европу. Северная Корея в среду провела испытания двух баллистических ракет средней дальности, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. В зоне поражения ракет теоретически оказывается территория Японии и американский остров Гуам. Производитель электромобилей Tesla Motors намерен приобрести компанию SolarCity — крупнейшего поставщика солнечных панелей для частных домов в США. Благодаря сделке у водителей Tesla появится возможность использовать солнечную энергию для зарядки своих автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok